Что вы знаете про типы городской застройки? Наверное, вы слышали, что есть малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная застройка, есть советские пятиэтажки и современные человеники. Но если копнуть чуть поглубже и посмотреть с точки зрения урбаниста на то, какую среду формируют разные типы застройки. Хотите узнать, как разная застройка влияет на развитие бизнеса и на уровень безопасности? Интересно? Тогда поехали! Если вы смотрите мое видео в первый раз, то меня зовут Лера. Этот канал называется UrbanBlog. Он посвящен городам, урбанистике и городскому образу жизни. В этом видео поговорим про морфотипы городской среды. Если звучит сложно, непонятно, то не переживайте, все вам объясню, что такое морфотип среды, зачем их нужно определять и как они влияют на город. И еще посмотрим с вами несколько примеров морфотипов среды в российских городах и за рубежом, и разберем их. Когда мы говорим про любой город и его среду, мы должны понимать, что имеем дело с достаточно сложным объектом. И для структурирования таких сложных объектов и упрощения изучения сложившейся городской среды, нам нужно подразделять его на какие-то более или менее однородные части. И такими частями являются морфотипы городской среды или морфотипы застройки. Многие города имеют столетние истории своего развития, в процессе которого территория города и его застройка менялись эволюционно, то есть постепенно, или революционно через резкую перестройку старой застройки со сносом и заменой на новую. В процессе прохождения различных этапов развития города менялся характер застройки и характер формируемой ею городской среды. Это связано как и с прогрессом технологий в строительстве, так и с изменением представлений о комфортной городской среде и также с государственным регулированием строительства. И из-за этого разнообразия в застройке появилась потребность в типологизации отдельных ее частей. На территориях городов, как российских, так и зарубежных, можно выделить морфотипы городской среды, которые чаще всего относятся к определенному историческому периоду развития города и которые имеют свои собственные характеристики, которые могут быть выражены в конкретных измеримых количественных параметрах. Среди таких параметров может быть этажность застройки, процент застроенности территории, отношение застройки к улице, плотность застройки и другие. Подробно все это разберем на примерах с вами дальше в видео, так что досмотрите до конца. То есть морфотипы среды помогают упорядочить территорию города на типы застройки, которые имеют схожую объемно-пространственную организацию среды, то есть схожие характеристики, форму и строение. Понятие морфотипа появилось в 1980-х годах в работах Алексея Эльбрусовича Гутнова и Вячеслава Леонидовича Глазачева, посвященных исследованию городской застройки. Классификация морфотипов застройки была одним из разделов теории эволюции градостроительных систем Гутнова в книге «Эволюция градостроительства», и в дальнейшем морфотипами среды занимались различные исследователи. Например, на основании исследования типологии исторической застройки Москвы Лидии Борисовны Кожаевой понятие морфотип официально было введено в состав норм и правил проектирования планировки и застройки. Зачем нужно определять и исследовать морфотипы? Важность изучения морфотипов объясняется тем, что в этом случае мы анализируем не отдельные объекты в вакууме, например, только отдельный дом, а городскую среду. Отдельные здания и сооружения сами по себе не формируют среду. Городская среда – это совокупность зданий и других объектов в городе. И организация среды напрямую влияет на многие процессы городской жизни, а качество этой среды зависит во многом от морфологии застройки. Восприятие физического пространства, поведение людей, ощущение безопасности по результатам различных исследований связано с объективными характеристиками и параметрами среды и окружения. То есть, изучая уже сложившиеся типы среды, мы можем определить параметры, которые нужно закладывать в новую застройку, чтобы она была комфортной. Также морфотипы среды нужны для дальнейшего изучения взаимосвязи различных параметров застройки с процессами в городе, например, с уровнем преступности и с развитостью бизнесов. Выявление текущих характерных параметров среды нужно для регулирования новой застройки, которая может появляться в этой среде, и для разработки градостроительных регламентов. Если тип среды является историческим и особо ценным с точки зрения своих уникальных характеристик застройки, то результаты исследования морфотипа могут быть использованы для разработки охранных зон и сохранения не только конкретного объекта культурного наследия, но и среды вокруг него в целом, что будет придавать дополнительную ценность как этому объекту, так и части городской территории. И, конечно, в процессе изучения морфотипов можно выявить не только их ценные характеристики, но и проблемы, которые свойственны определенному типу среды, и в дальнейшем разработать направление их решения и повышение качества среды в зависимости от типа застройки. Перед тем, как двигаться дальше, хочу отметить важную вещь. Наличие разных морфотипов среды в городе, в том числе и в новой застройке, это нормально. Город — это про выбор, и у людей должны быть разные типы среды, из которых они могут выбирать в зависимости от своих личных приточтений. Например, некоторым людям нравится жить в насыщенном и плотном городском центре, а некоторым — в малоэтажных домах со своим собственным садом. Может показаться, что только определенный вид застройки способствует формированию качественной среды, но здесь все не так просто. Средовое разнообразие делает город интересным, но в этом разнообразии тоже должен быть баланс, обеспечивающий не ухудшение облика города и нормальное функционирование городской экономики. Не существует единой классификации морфотипов городской застройки, потому что для каждого города будут свои собственные, характерные для него морфотипы среды, связанные с его историческими этапами развития. Например, для исторической застройки Москвы в городских строительных нормах МГСН 1.0199 выделены следующие морфотипы. Старомосковский малоэтажно разреженный застройка преимущественно первой половины XIX века. Старомосковский малоэтажный периметральный застройка преимущественно середины XIX столетия. Традиционно разноэтажный застройка второй половины XIX века с включением застройки как из первой половины XIX века, так и из начала XX века. Периметрально-компактный застройка рубежа 19-20 веков, конструктивизм застройка 1920-1930 годов и неоклассицизм застройка 1940-50 годов. Евгений Лисович Колбовский описал 10 типичных городских соседств, разнородных участков городской ткани, то есть фактически морфотипов застройки, среди которых историческая деревянная усадебная застройка, кварталы ценной застройки купеческих двух- и трехэтажных домов в исторических центрах городов, кварталы сталинских домов эпохи конца 1940-1950 годов, кварталы хрущевок 1960-70 годов, кварталы многоэтажного домостроения. Стандарт комплексного развития территории от Дома РФ и Кабастрелка выделяет 5 типов среды на территориях российских городов. Это индивидуальная жилая городская среда, среднеэтажная микрорайонная городская среда, многоэтажная микрорайонная, советская периметральная и историческая смешанная городская среда. Расскажу на двух примерах о том, как морфотип застройки влияет на жизнь в городе. Самый очевидный и легко выявляемый параметр это степень развитости уличной торговли или стрит-ретейла. Для нормальной работы уличной торговли необходимо, чтобы она была максимально приближена к основным пешеходным потокам. И поэтому наиболее благоприятные для развития стрит-ретейла типы среды будут те, которые формируют фронт застройки, то есть когда дома выстраиваются рядом друг с другом, посадами по линии улицы без значительного отступа от улицы. Такая среда характеризуется доступностью объектов услуг и функциональным разнообразием. И наоборот, в микрорайонной разреженной застройке без сформированного фронта застройки просто нет физических пространственных условий для размещения бизнесов на первых этажах. На чувство безопасности и защищенности также влияют параметры морфотипов застройки. Степень замкнутости или физического обрамления пространства является важным аспектом для создания чувства безопасности в среде. Если мы говорим про внутреннюю территорию планировочной единицы города, квартала или микрорайона, то здесь важны степень замкнутости периметра застройки и пропорции двора. Если высота зданий пропорциональна ширине пространства или меньше ее, то в таких пространствах человек чувствует себя безопаснее. Ощущение безопасности также тесно связано с высотностью застройки. При достижении определенного уровня этажности у людей теряется визуальная связь с улицей. То есть люди, находящиеся внутри домов, не смогут распознать выше определенного этажа, если на улице будет происходить что-то нехорошее, а люди, находящиеся, наоборот, вовне, на улице, тоже не чувствуют этого социального контроля, eyes on the street, о чем говорила Джейн Джекобс, и, соответственно, у них ниже чувство безопасности. Сейчас разберем с вами несколько примеров разных морфотипов застройки. Первый пример достаточно яркого морфотипа застройки, который я вам хотела показать, это лондонские таунхаусы. Я уже открыла спутниковый снимок Лондона на гугле, и сейчас мы с вами отправимся в замечательный квартал рядом с Гейтпарком. Вот в этот. Смотрите, какая у нас тут сформирована среда. На спутниковом снимке видно, что здесь очень плотная застройка. Если мы с вами переместимся на панораму улиц, то мы увидим, как выглядит эта застройка вживую. Нам нужна вот эта сторона улицы, вот эти классические лондонские вытянутые таунхаусы, блокированные. Как мы можем охарактеризовать этот тип среды? Мы видим, что здесь застройка формирует сплошной фронт, то есть между домами нет никаких отступов. Мы идем по линии застройки, она ничем не прерывается, это все один квартал. Поэтому вот такую застройку можно назвать периметральной, то есть она формирует периметр квартала. Вот мы видим, везде сплошная линия улицы сформирована застройкой. Этажность большей части застройки этого квартала, этого морфотипа среды, три этажа. Ну и где-то здесь некоторые есть вкрампления более высоких домов, четырехэтажных, но в большей части своей это трехэтажные дома. Эта застройка практически полностью жилая, только на углах квартала есть какие-то помещения под торговлю, под офисы. Но в целом, вот здесь вот еще есть, но в целом это все жилая застройка. Из-за небольшой этажной создания здесь получается очень хорошая визуальная связь с улицей, то есть с любого этажа дома хорошо будет видно, что происходит на улице. Можно будет видеть проходящих мимо людей, и это просто уникальный опыт проживания вот в таком типе застройки в городской среде, когда ты видишь просто всех людей, которые проходят мимо по улице в сторону метро, которые выходят из соседних домов. Кроме того, что застройка формирует сплошную линию фронта, мы видим, что здесь очень небольшой отступ от линии застройки, то есть здесь есть вот небольшие огороженные участки, где есть спуск в подвальный этаж. Но здесь вот прям буквально метр или чуть больше между линией улицы и началом вот линии застройки. Если мы вернемся к спутниковому снимку и еще раз посмотрим на то, как выглядит этот морфотип среды, мы увидим, что здесь очень плотная застройка. Я посчитала отдельно в Кугис. Площадь вот этого всего квартала получилась 0,47 гектар или 4787 квадратных метров. В этом квартале находится 61 вот такой небольшой таунхаус, блокированный дом. Процент застроенности, видите, очень высокий здесь 70%. В территории квартала застроено, то есть подошва зданий всех этих занимает 70% всей площади квартала. И, соответственно, здесь очень высокая плотность застройки. 21 тысяча квадратных метров на гектар. Это очень плотно, несмотря на то, что здесь очень малоэтажная застройка. Из-за того, что все эти дома недостаточно типовые, то мы можем также выделить длину дома по линии застройки. Здесь это около 5 метров. И этот тип застройки – это очень характерный тип среды для Лондона. Очень много в разных частях города. Именно вот таких исторических блокированных, периметральных, плотных кварталов, трехэтажных таунхаусов есть. Сейчас мы оказались на спутниковых снимках в Париже. Выберем сейчас один из кварталов классических, плотно застроенных в центре города на бульваре Осман. Этот квартал. Смотрите, что у нас здесь. Здесь тоже очень плотная застройка, еще плотнее, чем в Лондоне. Площадь этого квартала около 0,84 гектара. Здесь очень высокий процент застроенности территории, еще больше, чем в Лондоне. 83% квартала занято подошвами домов. И вы видите, что здесь очень такие маленькие дворы-колодцы. Из-за того, что этажность уже средняя составляет где-то 5-6 этажей. По моим расчетам, которые я сделала, здесь плотность застройки получилась в два раза выше, чем в квартале лондонском, который мы смотрели только что. 41 тысяч квадратных метров на гектар. Вот мы опустились на уровень просмотра улиц. Вы видите, здесь та же самая ситуация, как и в Лондоне. Здесь вся застройка также формирует непрерывный фронт. Все дома, видите, они расположены вплотную друг к другу. Вот здесь вот это один дом, здесь начинается следующий. Между ними нет никакого отступа, то есть это тоже такая сплошная периметральная застройка. На средней этажность, как я уже сказала, здесь около 5 этажей. Ближе к станции метро появляется стрит-ритейл на первых этажах. Вот здесь он есть. Но вот мы видели, что вот только что мы прошлись по улице. Давайте еще раз посмотрим. Здесь это просто жилые первые этажи ближе к станции метро. Здесь уже одна из главных улиц. Здесь мы видим, что на первых этажах есть кафе, магазины, рестораны. И вы тоже видите, что здесь, например, в отличие от лондонских townhouse, на которые мы смотрели, застройка вплотную примыкает к линии улицы. То есть вот это уже красная линия, это тротуар. И здесь нет никакого небольшого полисадничка за забором и спуска на минус первый этаж. Здесь вот застройка именно стоит по линии улицы. Ну и такая среда сформирует возможность для развития хорошего стрит-ритейла на улицах, которые примыкают именно к основным пешеходным потокам. И в принципе здесь очень приятный масштаб застройки. Она, вот если мы смотрим на улицу, на соседний квартал, она не давит и формирует вот такую вот среднеэтажную, очень-очень плотную городскую среду. Мы с вами уже посмотрели достаточно классические европейские примеры морфотипов среды. Сейчас переместимся с вами в Америку. Уже вообще переместились. И посмотрим на американские субурби и какие там параметры застройки, какую среду они формируют. Я погулила и нашла, что один из лучших пригородов в Америке, это вот этот Честербрук. Возьмем какой-нибудь квартал. Но здесь, вы видите, что здесь происходит? Вы здесь даже не можете понять, где заканчивается одна планировочная единица, квартал там или микрорайон, как это называется. Вот эта вот территория полузеленая, с непонятной уличной дорожной сетью и с отдельно стоящими индивидуальными домиками. И где начинается другая. Здесь они такими грубками спланированы. Очень интересное явление. Прям вау. Ну-ка, вот есть бассейн. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Здесь логично, что будет очень низкая плотность застройки, потому что если мы включим просмотр улиц, он здесь, слава богу, есть, то мы увидим, что все эти дома одна, двухэтажные, на максимум, я думаю, где-то есть трехэтажные домики, которые формируют очень-очень среду с низкой плотностью. Ого, это что? Это Хэллоуин? Выглядит все это очень мило и приятно, и очень зелено. И некоторым людям, конечно, так больше нравится жить, чем именно в городской среде. Но мы знаем уже, что вот такие многокилометровые субурбии делаются транспортной ситуацией в Америке и с влиянием всего этого на уровень загрязнения среды. Вот я иду, иду, я даже не понимаю, куда я здесь двигаюсь, потому что здесь тупики, эти кулдосаки, как они называются. И вот типичная застройка субурбии американской. То есть можем попробовать посчитать площадь территории этой, ну такой, не знаю, планировочной единицы, как это называть. Я считаю площадь территории на гугл-картах, потому что даже не могу посчитать ее нормально в Кугисе, потому что нет даже полигонов, вот этих квадратиков домов на OpenStreetMap, чтобы нормально посчитать плотность застройки. Это, конечно, очень ориентировочно и нарисовало границы этой планировочной единицы. И здесь, конечно, измерение площади тоже достаточно ориентировочное. Но смотрите, что здесь мы видим. Вот эта вся территория занимает, здесь около 50 домов, 147 тысяч квадратных метров. То есть это 14,7 гектара. И это в 14 раз больше, чем те кварталы, которые мы смотрели с вами в Лондоне и в Париже. Дома с примерно одинаковой площадью подошвы здания, я померила это около 280 квадратных метров. Если мы посчитаем вот весь этот реал, который я выделяла до этого, то здесь получается процент застроенности этой территории составляет всего лишь 8%. Посмотрите вот на эту территорию и на квартал в Париже, где было 80% застройки. Здесь намного более разреженная, менее плотная среда. И плотность застройки тогда здесь получается тоже очень маленькая, где-то 1700 квадратных метров на гектар. Вся застройка, она очень далеко отступает от вот этих проездов. Но тем не менее, все дома, они обращены длинной стороной фасада по направлению к улице. То есть нету здесь домов, которые стоят боковой стороной к улице. И здесь, конечно, если говорить про тип застройки, то все это индивидуальные дома. Здесь даже не блокированы, не таунхаус. То есть в каждом вот этом доме живет своя семья, и они достаточно далеко друг от друга расположены. То есть это очень разреженная застройка. Мы можем померить, сколько здесь в среднем расстояние между домами. Мы здесь видим где-то около 20 метров. И, конечно, вот при такой плотности и при индивидуальном характере застройки, здесь вот именно на этой территории нет никакого другого функционального наполнения, кроме жилого. И вот где-то, если здесь есть какие-то заведения, ну, здесь вот какой-то офис есть, бизнес-консалтинг, например. И здесь вот уже какое-то административное тоже здание. Дворец-беркосочетание. Окей. Но вся остальная территория — это целиком жилой район. Если хотите поподробнее послушать, почему вот такой морфотип среды, он не очень хорошо влияет на города, если его очень много, можете посмотреть другое мое видео, обзор книги Эдварда Глейзера «Триумф города». Там есть отдельная часть, которая как раз посвящена тому, как вот такие вот пригороды в Америке влияют на экологическую ситуацию, на транспортную ситуацию в городах достаточно негативно. А сейчас мы с вами рассмотрим еще пару морфотипов застройки, которые есть на территории российских городов. Мы с вами переместили в Самару. Я хочу с вами посмотреть один квартал, ну сложно назвать кварталом, это микрорайон на 33 гектара. В этом микрорайоне мы видим сложившийся советский среднеэтажный морфотип застройки. Застройка, она занимает очень небольшую площадь территории микрорайона. Здесь очень много территорий зеленых между зданиями. Я посчитала, что здесь где-то ориентировочно всего 16% территории микрорайона занимается подошвами застройки. И это очень маленький процент застроенности территории. Также мы здесь видим, что советские пятиэтажные дома, они расположены достаточно хаотично под разными углами. Есть вот здесь строчная такая параллельная застройка. Есть застройка под какими-то интересными углами. И вот такие диагональные строчные дома, которые выходят к улице торцами, а не длинной стороной фасада. И как раз если мы посмотрим на торцы домов, мы можем оценить, насколько влияет размещение здания по отношению к улице на развитие бизнеса на первых этажах, на уличную торговлю. То есть если мы вот сюда, например, спустимся, мы увидим, что вот здесь есть какой-то магазин на первом этаже, но здесь очень большое расстояние между самой застройкой и тротуаром. Ну вот примерно 30 метров. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы здесь даже не видим этого дома за деревьями, настолько он далеко расположен. Давайте дальше пройдем, посмотрим, где-то здесь что-то еще должно быть видно за деревьями, какой-то застройка. Вот здесь один дом, он тоже расположен где-то на таком же расстоянии, на расстоянии 30 метров. Мы видим, что здесь есть какой-то бизнес на первых этажах, но он отделен от основных пешеходных потоков газоном и еще вот там парковкой. Вот здесь даже не видно за зелеными насаждениями вообще жилых домов. Мы также можем, опять же, сравнить зависимость расположения дома по отношению к улице и развитие какого-то стрит-ритейла. То есть вот здесь вот, например, дома расположены торцом к улице. Здесь они полностью жилые, здесь никаких коммерческих помещений нет. А вот дальше, если мы вот пойдем посмотрим, например, вот на этот дом. Ну, здесь еще он расположен на установке общественного транспорта, еще поэтому здесь, скорее всего, торговля на первых этажах. Дом расположен длинной стороной фасада к улице. И здесь вот есть и парикмахерская, и какой-то магазин, и аптека. Дальше мы идем. Дом расположен торцом к улице. Здесь ничего нет, никаких коммерческих помещений. Следующий дом. Здесь и магазин одежды, и зоомагазин, и тоже парикмахерская, еще какой-то магазин. И дальше вот в этих домах вот здесь только оптика на углу. Средняя этажность вот этого морфотипа застройки – это пять этажей. В этом конкретном микрорайоне здесь она будет чуть-чуть повыше, потому что здесь есть крампление вот этих вот домов более позднего периода. Ориентировочная плотность застройки здесь получается где-то 8 тысяч квадратных метров на гектар, что также значительно меньше, чем в Париже и в Лондоне, и больше, конечно, чем в американских субурбиях, которые мы смотрели, потому что здесь все-таки это среднеэтажная застройка, а не малоэтажные индивидуальные дома. И как вы, наверное, знаете, вот этот морфотип застройки, советский среднеэтажный, он занимает значительную долю территорий всех российских городов. И последний морфотип застройки, который я с вами хотела разобрать, это будет квартал в Великом Новгороде. Сейчас мы его с вами найдем, он мне понравился. Вот этот вот квартальчик. Можно назвать этот морфотип застройки как малоэтажное, разреженное. Площадь этого квартала всего 2,7 гектар. И здесь тоже достаточно низкий процент застроенности территории. Мы видим, что здесь на спутниковом снимке очень много свободных территорий, и застройка в основном расположена по периметру этого квартала. Внутри квартала тоже есть сколько зданий, но в целом внутренняя территория квартала, она мало застроенная. Процент застройки я посчитала здесь около 20%, и плотность застройки около 4000 квадратных метров на гектар. Здесь, опять же, это разреженная застройка. Можем тоже померить расстояние между зданиями по периметру, около 10 метров, и посмотрим, как это все выглядит на уровне улицы. Застройка двухэтажная, и большая часть квартала занимает вот эти вот типовые двухэтажные дома. И они расположены вплотную к линии застройки. Мы видим, что здесь вот здесь идет тротуар, красная линия, и вот дом, он стоит прямо на линии застройки без отступа. И вот дальше те же самые домики, они также идут по линии застройки с 10-метровым отступом друг от друга. Но в целом это тоже периметральная застройка, просто она не сплошная. Мы видим, что здесь вот есть между домами расстояние, но она все равно держит вот такой периметр квартала, и не позволяет, как в случае микрорайона, не понимать, где здесь заканчивается улица, и начинается внутренняя территория квартала. С одной стороны кварталов здесь тоже исторические дома, только трехэтажные, они двухэтажные. Есть какие-то небольшие помещения коммерческие на первых этажах, но вот те двухэтажные дома, они тоже полностью жилые, как мы видели. То есть здесь низкий процент функционального разнообразия в этом квартале, несмотря на то, что здесь вот застройка выстроена по линии улицы. А в каком орфотипе среды вы живете, и какой вам больше всего нравится и кажется наиболее комфортным? Напишите мне в комментариях, и еще ставьте лайк этому видео, и не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Увидимся в следующем видео. Пока!